А Светлана Рыбина, директор по рекламе, директор по рекламе. Я не директор по рекламе, это мне склоняют по-разному. Удивительно, последняя информация поступила от Евгения Антоновича. Это пожалуйста. Но тем не менее, вы же расскажете нам про рекламу. Я прошу прощения, если мне здесь будет удобнее самой. Микрофон тогда возился, наверное. У вас директор по рекламе? Причем вы были коммерческим директором. Да, еще была коммерческим директором, потом директор по рекламе. Удаленная корректура через интернет это уже далеко не новинка. И многие издательства активно ей пользуются. Но, как правило, это все-таки корректура статей. Я же сегодня хочу рассказать, как можно осуществить корректуру, электронную корректуру рекламы и объявлений. Так как у меня времени не очень много, я пропущу лирику и перейду сразу, можно сказать, к практике. Известно, что до недавнего времени основным орудием корректора являлась ручка с красным стержнем, многочисленные словари и лупа. Лупа, потому что текст иногда бывает очень мелким, так как рекламодатель хочет в один модуль, а один модуль – это размер спичечного коробка, вместить всю информацию о своем товаре. Ну и многочисленные словари, которые, потому что сейчас очень много новых слов, а старые слова, они видоизменяются. И чтобы правильно писать грамотно, нужно покупать очень много словарей. Два года назад мы перешли, ну, в общем-то, так получилось, что по необходимости корректорский отдел переехал на другую площадку, и мы находились территориально далеко. Поэтому мы перешли на компьютерную, на электронную, на компьютерную правку. Не обошлось, хочу сказать, без жертв. У нас корректоры, так как работали только с ручкой и словарями, они не знали компьютера, и им пришлось его изучать. Один корректор категорически отказался, а второй изучил и быстро освоился из БК и с нашими программами. И теперь главным орудием труда корректора стали монитором компьютера, графический планшет с электронной ручкой, ну и многочисленные словари из интернета. Как правило, наши корректоры пользуются справочно-информационным порталом грамотно.рум. Все рекламные модули у нас проверяются на компьютере. Правка вносится вот с помощью графического планшета. Разработан и внедрён программный модуль регистрации. Разработки и контроли прохождения графических и текстовых материалов. Рекламных модулей, объявлений, статей. Система эта является безбумажной совершенно. Всё делается исключительно в электронном виде. Вся информация предоставляется вот в электронном виде. И этот модуль является частью издательского комплекса. То есть это не отдельно какая-то программа, это часть программы. Вот я хочу рассказать этап изготовления рекламы. Так как это всё в электронном виде, то начинается с оформления заказа. Сначала подготовка идёт из так называемого исходника. Составление текста рекламы. Это делает рекламный менеджер. В электронном виде он или набирает текст, или сканирует тот текст, который приносит рекламодатель. Затем рекламе присваивается модуль. Каждая реклама, она проходит под номером. Она проходит под номером. После того, как номер присвоен, причём ему ещё буквочка «И» добавляется, это исходник, выкладывается папка «В работу». Как только она появилась в папке «В работу», у меня ещё такая есть журнала про ходы рекламы, отмечается в журнале. После этого в работу вступают в издачники при пресс-отделе. Разрабатывается дизайн. Согласно требованиям, изложенным менеджером, он эти все требования в электронном виде тоже в этой же бумажке, всё вот в этом файлике, всё описывает. Затем переводится в формат рисунок JPEG. Именно в таком формате работают наши корректоры. И выкладывается в папку «В корректуру». И отмечается в журнале журнал рекламы. Вот он так вот выглядит, этот журнал учёта. Он открывается, потом дальше будет видно, как он… Ну, можно посмотреть. Вот так вот выглядит журнал учёта. То есть первая графа – это номер рекламы. Вторая графа – тот, кто выкладывает в работу, то есть фамилия менеджера по рекламе. Третья колоночка – это верстка, верстальщик. Фамилия верстальщика – четвёртая колонка. Вот её раньше не было. Её вот сделали специально в журнал «Корректора» именно для корректуры. Здесь ставится фамилия корректора. После того, как правка произведена, ставится ещё раз фамилия «Тот, кто поправил». И если нужно утверждение, ставится утверждение. После того, как готовый уже файл лежит в папке в корректуру, с ним работает корректор. Но об этом я позже расскажу более подробно. Вносится правка, если есть ошибки. Если их много, то осуществляется повторная корректура. Затем утверждается готовый макет менеджером по рекламе. Как происходит корректура рекламы? На рабочем столе компьютера каждого корректора есть, ну, помимо многочисленных ярдлугов, две папки, с которыми они работают. Это журнал «Корректора» и папка в корректуру. Наши программисты специально доработали под корректор, как я уже сказала, вот эту вот четвёртую колоночку. И как только вот в этом журнале корректора появляется номер рекламы, это значит, что готовый к проверке макет лежит в папке в корректуру. Корректор открывает эту папку, берёт нужный модуль, открывает исходник. Их у нас два получается в таком виде. С правой стороны это исходник, с левой стороны это готовый макет. То есть они всегда лежат вместе. Первое, что он делает, ну, открывает он с помощью правой кнопки мышки «Изменить». Это обязательно. Дальше выбирает цвет для правки. Ну, как правило, это, естественно, красный, но если сделано на красном фоне или красными буквами, то любой другой контрастный цвет выбирает. Сначала он сверяет, всё ли правильно сделано, соответственно, требованиям менеджера по рекламе. Потом проверяет на наличие грамматических ошибок. Вот как вот это выглядит. Вносит правку при помощи графитного планшета, электронной ручки, ставит обязательно свою подпись, сохраняет правку и отмечает в галочке рекламе, вот там вот красная галочка «Корректура», что корректура изготовлена, что готово всё, можно брать для дальнейшей работы. Вот так выглядит оригинал, вот так выглядит макет. Вот с такими двумя документами работает наш корректор. В чем преимущество электронной корректоры? Ну, во-первых, не использовать бумагу для брендера. Это понятно, потому что всё вы делаете в электронном виде. Экономите рабочее время. Сейчас уже не нужно ходить из одного кабинета, сначала переносить на корректуру, потом все эти проверенные, проверенную рекламу собирать стопочкой и дальше относить. И в любой момент можно найти рекламу для установления истины, если возникают какие-то спорные вопросы. Кто заказал, кто сделал, кто корректировал. Вот открывается этот журнал, и сразу видно, кто что делал. А в архиве вся реклама хранится очень долго в электронном виде. Ну, наверное, и да, корректор может находиться в любом месте, даже дома, конечно, мы так не практикуем, но, по крайней мере, на любой другой площадке он может находиться. Минус один. Нельзя работать без интернета и без электричества. Ну, без электричества, в принципе, сейчас вообще нельзя работать. Я хочу сказать, что реклама бывает разная. Она бывает сложная, она бывает простая, она бывает смешной. Вот если кому-то видно, вот с какой рекламой работают наши корректоры. Например, приглашаем на работу старшего кассира товара деда, под кассиров нужно, сварщик на полуавтомате, требуется учение печатника, то есть вот какие-то такие опечатки, а вот в таком виде получают исходники. Вот, например, просим заменить нашу прежнюю мышку с макета на эту. Если возможно, просьба также поработать с тараканом. Он сливается с зеленым фоном рекламы, можно ли его сделать посветлее. Иногда верстальщики, когда очень большая заторка и очень много рекламы, они это принимают за текст и тоже ставят в рекламу. Бывает очень смешно, когда, например, идет реклама туристического агентства, а внизу написано «Сделать на красном фоне, придумать какую-нибудь фишку». И все это вот в рекламе. Корректор, конечно, это отлали. Ну или вот «Пальма», судя по всему, там просто «М» потерялась, «Эльфовая башня». Корректура объявлений у нас также происходит в электронном виде, но немножечко по другой схеме. Там разработана другая программа, и объявления берутся из базы объявлений. У каждого объявления тоже есть свой номер. А вот какие номера нужно конкретно читать? Корректором говорят наборщики объявлений, после того, как они их обработают. Дальше корректор открывает базу объявлений. Читка. Вот он, ярлычок с правой стороны. И вот так выглядит вот эта вот база. Нажимает кнопку «Взять из базы объявлений для корректуры». Вводит номера последнего объявления, потому что предыдущие уже есть, и входит в базу. Можно, конечно, вывести все это на печать, но я хочу сказать, что после двух лет работы наши корректоры уже категорически отказывают от работы с бумажными носителями. И если, например, приносят печатную продукцию, визитки или еще что-то, они уже даже возмущаются. Говорят, лучше выкладывайте. Вот появляется в окошечке объявление. Если есть ошибка, корректор два раза щелкает под тексту объявлений и в открытой форме исправляет ошибку. Но бывают случаи, когда сложно, в общем-то, исправить ошибку, он не знает, поэтому подозрительное слово звездочками выделяет, а напротив ставит галочку. Вот в окошечке, где светлое окошечко, он там ставит галочку. И вопрос в комментарии. Может написать какие-то комментарии, например, что такое слово нельзя использовать или предложить альтернативу этому слову. Потом закрывает готовое объявление, нажав в базу отправить и звонит наборщикам. А менеджер по приему объявлений копирует этот файл, проверяют объявления, помеченные галочкой. Если есть комментарии, они входят в базу или смотрят оригиналы на бланках, чтобы установить истину. И после завершения просмотра нажимают «Заменить объявлением базе». Наверное, преимущества очевидны сразу. Но тоже не используется бумага для принтера, экономится рабочее время. Опять же, не надо выводить, приносить, относить. Но самое главное, что менеджер по приему объявлений получает готовое объявление. Им уже не нужно вносить правку. Исключена двойная работа. Потому что раньше корректоры правили, выносили ошибки на бумажных носителях, а менеджеры их переносили в компьютер. При этом что-то понимали, что-то не понимали, что-то вносили. При этом могли одну ошибку внести, вторую там оставить. Или наоборот, сделать дополнительную ошибку. Сейчас это все исключается. Потому что правку вносят корректоры. Ну и опять же, корректор может находиться в любом месте, даже дома. Конечно, профессия корректора может показаться скучноватой, потому что все время одна даже реклама, а не те же объявления. Но бывают очень интересные моменты, когда они хохот наносятся из кабинета корректорского. Потому что вот идут такие объявления. Наверное, если бы вышло первое объявление, ну, хозяин этого объявления, видимо, у него телефон пораскалился. Продается участок, свет, газ, скважина с ходкой. Ну, сами понимаете, что это очень, конечно. Ну, дальше, газ, 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 газирована вода круглый год. Рядом печка, овенство, недвидимости. Требуется менеджер по подбору персонала. Познакомлюсь с девушкой, ползначения не имеет. Продаются коники фигурные. Кот голый приглашает на вязку срочно. Начинаю прогулка под развалом мостов. Ну, это вот часть таких вот объявлений, которые правят наши корректоры. Как бы меня зачем правят? Что? Зачем правят? Зачем? Ну, потому что, судя по всему, в самом планке объявления было нормально написано. Это так набрали наши наборщики. Это предназначение к ним будут. Для сравнения, вот небольшое сравнение, например, сколько можно с этого сделать, сколько мы экономим листов бумаги. Только вот корректоры ежевесячно проверяют модульные рекламы вот количество и перевод для более понятного. Я перевела это в А3D формат. То есть 50 листов, 45. Многостраничные каталоги, это сложно их переводить. Объявления, вообще это 70-100 листов. Ну, еще полиграфические продукции. Поэтому понятно, что экономится безусловно бумага. Это все делают у нас два корректора. Правда, еще есть один корректор на полставке, который вычитывает исключительно информационные материалы и два внештатных корректора, которые вычитывают два журнала. У нас два журнала, и у каждого свой корректор. Возможности применения. Корректировать можно на хозяйстве в соседнем помещении или в другом микрорайоне. Можно даже в другом городе. То есть осуществляете удаленные корректуры через интернет. Так мы вычитываем объявления наших коллег из Кена и Солнечногорска. С ними заключен договор на корректуру. И по четвергам мы вычитываем их объявления. И корректоры наши проверяют рекламу для журналов выходящих мытищик и дмитрови. Так что, если кому-то заинтересовало наш метод читки объявлений, можете им воспользоваться или воспользоваться услугами наших корректоров. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.